У вас откроется этот канал. Ему равных нет во всей мировой сети. Все стороны жизни здесь. Во свете Библии. Игнатий Лапкин, потому что он не имеет равных аналогов в мировой практике. 15,5 тысяч роликов. Вообрази себе. Как мы делали, всемирная поездка сделана. Как учили в институтах, знаете, детский лагерь. Как еще раз повторить в последний раз? Во свете Библии. До свидания. Какие дела бывают? Душевные и духовные. О каких делах спрашиваете-то? Душевные как дела. Вы вопрос не поняли? Да я понял, понял, понял. Вот как сцена, вот сцена пообщаться. Вот у меня тут Библия. Есть дела, которые ведут в небо, а есть дела, которые ведут в ад преисподнюю. Да, блин. А тут у нас что такое? У нас, мне кажется, тут все прям как описано. Вы знаете, что все мы смертные и все умрем. Ну да. У нас душа есть бессмертная. И поэтому надо позаботиться о душе. В обязательном порядке, в первую очередь. Христос умер за наши грехи и зовет к покаянию. Но он не за наши грехи умер. Он хотел нам объяснить, что мы не так делаем. А его не поняли и казнили. Евангелие от Иоанна, первая голова, 29 стих. Говорит, Иоанн увидел идущего Иисуса и сказал, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. А вы говорите, нет. Кому верить? Иоанну пророку предтечи, больше которого не рождались рожденные женами. Или вам? Сами решите. А вы все-таки верите, да, что мы эти? А если не верить, то и жить не за чем. Без веры-то. Без веры человека это козявка греховная. Не знаю, но, блин, верить в то, что мы рабы, чьи-то там, ну нафиг. Писание говорит так, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка, 16 глава. И так хватает у нас сужденных. А в конце самосуд где-то всех нас ждет. Вы знаете, что... Какой суд у нас самый жесткий? Только самосуд. Этот какой, бескорыстный и непринужденный. Мы проповедуем Христа, распятого и воскресшего, чтобы люди познали, что ни один блудник, ни один сквернослов, наркоман в царствие Божие не попадет, а будет в аду с сатаной мучиться. Веки вечные. В огне его гореть. Блин, вы такое людям желаете? Только без ругания, ни одного слова плохого не говорите. А мы не говорим вроде бы. А зачем людям такого плохого желать, чтобы они горели? Зачем желать-то? Это написано, это результат. Так на заборе дед тоже написано. А почему люди умирают? Потому что тело наше не способно жить вечно. Значит, не знаешь. Скажи, не знаю, тебе ответят. Ну, не знаю, да. Послание к римлянам, 6 глава, 23 стих, говорит так. Возмездие за грех, смерть. Возмездие. Адам согрешил в раю, и смерть зашла во все живое. Птицы, рыбы, все сделалось смертным. И за это уже умерло больше ста миллиардов человек. А дальше, говорится, во Христе все живут. Ибо смерти нет, есть переход с одного состояния в другое. Во, да, вот это во истину. В это верят христиане, мусульмане, буддисты, язычники. Все верят в это. Что будет суд Божий страшный, неподкупный. Божий, может, божественный. Человек, который не верит в Бога, у него ничего святого нет. Ни почтения к родителям, ни к детям. За время перестройки только в стране уничтожено 120 миллионов младенцев. Да, это много, дед. Ох, а дед, домов сколько сейчас? Из всех правителей только один ввел уголовный кодекс по абортам. Рамзан Ахматович Кадыров. О. Да. Это герой нашего времени. Ну, может быть. Я не знаю ничего. А что знать-то? Господь говорит, я предложил тебе жизнь и смерть. Благословение и проклятие. Тьму и свет. Избери жизнь. Зачем тебе умирать? Бог предлагает человеку. Это что такое? Вот раньше, допустим, у нас предки, которые на нашей земле жили, они верили в то, что каждый Бог отвечает за что-то отдельное. И все вместе они отвечают за общее благо. Есть один Всевышний, Отец Всего. Как это трактовать можно? Дивные дела Господни. Вот нам Господь позволил сначала начать строить православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Тогда ведем первый разговор с человеком. Ну, не знаю. Ага. Ну, это же хорошо, когда все люди верят в разное. Это хорошо. Самое главное, верить в дед. Нет, разве? Сарсия Божия. Это же хорошо, что все люди разные, верят в разное. Думают по-разному, живут по-разному. В этом же и есть прелесть жизни. То есть, а у каждого на пути свои препятствия, которые каждый может преодолеть. И если он преодолел с честью и достоинством эти препятствия, то дух его становится сильным. Разве нет, дед? Да, с именем Господнем на устах. Во имя Христа. Господь говорит, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Без меня не можете делать ничего. Дед, блин, ты что, как этот фанатик какой-то, честное слово. Да я и есть, и фанатик, и есть. Я за это ответил пятью тюрьмами. Ага. Ну, дед, я не знаю, дед. 26 лет меня терзали по разным инстанциям. И всюду везде каялись грешники. Следователь обратился. Начальник тюрьмы умер по-христиански. А сколько обратилось людей, православных и мусульман, один Бог знает. А ты за религию до детства делал? Я с детства верил, что Бог есть. Мать научила. Но Евангелие получил в руки в 23 года после армии. И жизнь моя изменилась мгновенно. Вся другая стала. Хотя я не знал. По сегодняшний день, вот, ровно через неделю, у меня будет 80 лет через неделю, я еще не сказал ни одного матерка. Не знал женщин. А я грешник. И когда сказали о Христе, что Он умер и взял мои грехи на Себя, чтобы, веруя в Него, я имел жизнь вечную. Я это сделал. Получил рождение свыше. И началась новая жизнь мгновенно. Уже в этот вечер, зайдя на корабль в море, я сказал всем, мы живем неправильно, надо жить для Бога. Наша земля и есть Бога для нас. Она нам дает все. Она нам дает жизнь, воду, пищу. Воздух, солнце. Земля бы ничего не дала, как бы не Бог. Бог дает все. И повелевает земле приносить плод. Вот как дело обстоит. Не то, что сама по себе земля. Светило небесное, сотворил малые, великие звезды. Чтобы люди славили Бога за чудные дела Его. Как Бог прекрасен. Как Он любит творение свое. Сына не пожалел, отдал за нас. А как к коммунистам относятся? Как надо что? Как к коммунистам относятся? Ну да, человек интересуется, как к коммунистам относятся. Коммунисты это самые подлые, самые гнусные люди, убийцы за всю историю человечества. Сотни раз хуже Гитлера. Ну да, есть в этом только правда. Что вы это спрашиваете? Я думаю. У вас, может, вопросы какие есть? Да блин, вопросов где-то много. Просто их сразу так это. А вы можете зайти на наш Ютуб-канал. У нас Ютуб-канал большой. Во свете Библии называется. Игнатий Лапкин. Да нет, это зомбирует. Во свете Библии. Нет, а вот смотри. А если на твою семью напали, допустим? Вот представьте, 15 с половиной тысяч у нас роликов. Как деревню строим, как у нас была миссионерская поездка от Тихого океана. А, вы где живете? Где живете? Я живу в городе Барнауль, Алтайский край. Ой, блин, красота там какая. У меня родственники там тоже есть. Жить не со Сибири. Надо готовиться к встрече Господа, ибо не знает человек, в какой день последнее дыхание издастся. Ну, вот в этом, да, в этом согласен. Ну, если вопросов нету, то расстаемся тогда. Все. Давай, дед, давай, пока. Ищите Бога, пока можно. Жить надо так, как повелел Господь. Считать Его священные законы. Аминь. Другого человеку и искать не надо. Вечная книга жизни. Здесь ответ на все вопросы. А вы уверены, что Господь, Бог существует? Лучшее доказательство, что мы с вами существуем. Совершеннейшее создание – это человек. Согласен. Говорят медики, через 7 лет у человека биологически обновляется все. Ни одной молекулы прежде не остается. И мозги, и все. А я на днях разговаривали, возникла такая тема. Я мгновенно вспомнил, что в армии считал, и ни день, ни два, 60 лет назад, стихотворение в «Комсомольской правде». Я вам все прочитал 60 лет. Это, считай, у меня 9 раз обновился мозг, а я даже не вспоминал, где оно хранилось. Сейчас, что в душе, не в мозгах. А что вы тут ищете, делаете? В этом месте разврата и погибели, тьмы и мрака сатанинского, в чат рулетки. Много людей, садомитов, проклятых, анонистов. И мы пришли сюда с Библией, чтобы рассказать о вечности, что ни один блудник, прелюбодеев в царстве Божьем не войдет. Будут мучиться с сатаною в озере Огненном, вечно, нескончаемой веки. И вот я нахожусь здесь уже 89-й день. И многих вы уже... Ну, я многих не могу сказать, но человек 50 определенно и четко. У меня тут уже составлено 450 роликов только. Ничего себе. Ну, вы, то есть, долгое дело делаете. Да. Люди находят путь. Маленькие дети встречаются. Старые, покинутые. А мужчины голые валяются. Процентов 50. И процентов 80. Мусульмане. Самое блудливое племя на земле. Согласен. Тут я вас полностью поддерживаю. Я ему говорю, зачем вы здесь поговорить? Какой говорить-то? Говорить-то не умеешь. У тебя дома твоя религия разрешает 4 жены иметь? Ну да. И за каждый колым платить надо. А тут 44 голые даром. Вот вы, южные жеребцы, на наших северных кобылах и пашите. Хорошо сказано. А вы откуда вещаете? Я из Барнаула вещаю. Алтайский край. Хорошо, хорошо. Ну, удачи вам. Мы можем сказать, у нас очень большие ресурсы. Ютуб канал называется «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. «Во свете Библии». 15500 роликов только. Просмотров 36 миллионов. Ну, я обязательно. Вы можете зайти. «Во свете Библии». Мы строим с нуля православную деревню. Первый разговор ведем с человеком, когда он докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится и не ворует. Я в краевой администрации сказал, а мне отвечает, говорит, у нас ни одного такого нету. Статистика врет на каждом шагу. Женщины матерятся, мужчины курят. А мы должны показать пример. Мне Господь позволил создать детский лагерь православный, единственный на всю страну. Я 45 лет был его начальником. Тысячи детей подняли без государства. У нас главный лозунг в лагере. Глазно... Вы все нашли бы. 475 роликов только про лагерь. Как мы их учим, как рано встают, всякому труду, как отдыхают. Вы только зарядите. «Во свете Библии». А если вы зарядите «Во свете Библии» Игнатий Лапкин, через гугл сайт, вы там найдете мои 41 книги, 41 том книг. «А сколько вам лет?» «А?» «Лет вам сколько?» «А как ты думаешь?» «Ну, посмотри на меня, посмотри». «80 где-то». «Точно, через одну неделю ровно 80». «Я уберу его». «Идут люди, чтобы побеседовать, что-то сказать, узнать». «А чем вы на жизнь прорабатываете?» И вот Господь позволил, я скажу сейчас, Бог позволил это написать. Я одновременно вел занятия в пяти университетах, в тринадцати школах, во всех отделах милиции, воинских частях, и три радиопрограммы. Это человеку невозможно потянуть. И при том, все это делал бесплатно. Я одновременно сотрудничал с тюрьмою в 18 лет. У меня пять тюрем за плечами, за слово Божие. 26 лет меня мучили только в разных инстанциях. И в морозилках, и подвешивали, раздували тело, психиатрия, все это. И ничего не могли сделать. Вера. Вера спасла меня. И вот издал я книг, 38 томов в бумажном варианте, и семь, так, в электронном виде. Последние четыре тома по 800 страниц книги стихов. 3467 стихов, каждая по 36 строчек, по 9 куплетов. И у каждой эпиграф из Библии взят. Таких книг нету нигде в интернете. И напротив каждой строчки указано, откуда мысль взята, какая книга, какая глава, какой стих Библии. Вот вы зайдите только на наш не Ютуб, а еще и сайт. И там государственные фильмы у нас снятые. Государственные, такие бобины снимали тогда. Занявшие первое место на международном киноконкурсе. Второй фильм, первое место в России. Это Бог делает. Я себе ничего не могу приписать. У меня нет такого гуманитарного образования, нет никакого. Я люблю Господа. И поэтому во имя и во все это делаем. А на жизнь чем зарабатываете? Ну, что я зарабатывал? Я до армии закончил строительный техникум. Отец без руки, у матери три брата погибли на фронте. То есть пролетариат. Меня проверяли, проверяли, отправили работать в органы МВД. В строго режимный лагерь. А оттуда в армию загремел. В армии тогда было у нас во флоте четыре года. А мне это так легко. Я все время тренировался и занимался разными языками. Самостоятельно выучил языков несколько. На этих языках у людей выступал. Это Бог так сделал. А после армии уже в 23 года мне Библию дали в руки. Я работал на Балтике, учился в мореходном училище. Добивался разрешения сдать три курса за год по выбору комиссии на одном из иностранных языков с выходом за границу. И в это время Бог меня остановил. Я понял, все пустота. Ничего этого мне не надо. Мне надо душу спасать. А я день и ночь учился. Как я благодарен Богу за 27 сентября 62-го года, когда склонился на колени перед Богом. Я встал, и я сам себя не узнаю. Тот, который молится сначала, и который встал, это два разных человека. И только на корабль ступили, подошел катерок лоцманский. Я через фальсборд переступил и сразу начал говорить о Боге. Живем неправильно. Господь создал нас, и мы должны жизнь Ему посвятить, для Бога жить. Сразу весь караван кораблей узнал, что я с ума сошел. Вот вы когда зайдете, и там увидите книги мои на сайте. Из них 86 стихов положено на музыку, поются песни. Это Бог делает, еще раз повторяю, это настолько выше моего разумения, что я считаю, как будто первый раз. С двойным, с тройным подтекстом, экстраполируясь через тысячелетие на сегодняшний день. Рассказать какое-нибудь стихотворение вам? Давайте. Давайте. Только слушай внимательно. Пример к себе своим воображением все то, что прочитал или услышал. Сегодня снайпером я стал мишенью. Для хищников последней мышью. Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в ходе за обедом стреляют точно в лоб и давят только вниз. Задача выжить и ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользну, петля и яд меня не захватили. Враг не достал и стратил всю казну. Уверенность пожег в истерике, в бессилье их измотало. В горных перевалах там след моей ступни не раз петлял. По шахтам, гротам, по лагам, отвалам исследует святых, о ком я насчитал. Мой бег, мое убежище с Давидом, за мной доик, бешеный Саул. Они разведали, что я мня мед акриды, а штаб-квартира избран Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями в машине мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня, гнались до упаду. Я отошел, не досягаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд, следы считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со Златоустом путь житейный пройден, с той стороны земли на все гляжу. Сильно. Сильно. Вот видишь, я не зря сюда пришел сегодня. Я просил, Господи, как олименьшики от жен своих. Мне так удобнее просто. Да неудобно, не обманывай сам себя. Люди лежат для того, чтобы сблудить с кем-то. Это прелюбодейная рулетка. Собрала всех блудодеев сюда. Одна пена до грязи. А вы что тут делаете? А мы пришли сюда, православные проповедники, по договору, чтобы людям рассказать о Христе, о вечной книге жизни, что будет суд Божий за все эти дела. Я уже 89-й день здесь нахожусь. Мы много увидели. Около 50 человек нашли, которые готовы сделать все, чтобы жить по-божески. Уже за это время 450 роликов только составлено для будущих поколений. Ну, это хорошее дело. Так вы выйдите, чтобы вас видно было. Удачи в вашем нелегком деле. Еще я не пойму. Вы не хотите больше узнать? Вы можете любой вопрос задавать. Политику, экономику, социологию, жизнь, работа, семья. Я одновременно вел занятия в пяти университетах много лет. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok